Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейми, я продолжаю снимать череду влогов из США, из Америки. Мы сегодня отправляемся в дальнее путешествие вместе с моей доченькой. Знакомьтесь. Кто не знает, это Сара. Сара любит путешествовать и играть в iPad. У меня появилась DJI Osmo. Она с супер-классной стабилизацией. Я ее еще не испытывала. Попробуем, как она работает. Я сейчас ее как раз-таки настраиваю через приложение. А, вот она, да. Мы сейчас проверяем, как работает наша камера DJI Osmo. Снова она со стабилизацией. Ну что, ребят, мы приземлились в Salt Lake City. Нас с Сарой встретила моя подруга Оля. Я вам ее покажу попозже. Она сейчас не хочет показывать. Пусть это будет интрига. Что же за Оля? В общем, с Олей у нас такая интересная история. Мы познакомились у нас в апартаментах, в которых я жила раньше. А она нашла эти апартаменты за счет моего видео, которое я посмотрела, когда я снимала. И переехали они туда с семьей. В общем, мы прообщались. Потом они вот сюда перевернулись в Юту на лето. И мы сейчас тоже здесь. А сейчас мы едем. Оля хочет показать нам Summer Camp. И Сара сюда будет ходить в летний лагерь. На время нашего пребывания мы хотим ее зачистить и посмотрим, возьмут ли ее в летний лагерь в Salt Lake City. Вот черная стоит. Вот наша новая машина. Да, мы взяли Dodge. Это полуджип. Будем передвигаться по Юте на вот этой тачке. Мама, у Решки была точно такая же джип, только красная. Точно такая же джип? Да. Только красная? Да. Мы с Сарой едем и умиляемся, насколько же здесь горы похожи на горы в Алматы. Даже вон заснеженные вершины. Так все похоже. И домики, которые прям вот на горах расположены один в один. А мы сейчас едем в отель. Как раз забрала Сару из лагеря пораньше. И мы сейчас заселяемся в отель. Отель у нас расположен прям в горах. Минут 25 от лагеря, от города. Боже, ребята, ну посмотрите на эту красоту. Я не могу. Я вот так отвыкла от гор. И я сейчас проезжаю и понимаю, насколько же разнообразная Америка. Все-таки где-то нет гор, где-то есть горы. Море где-то есть. Например, в Юте нет моря. И в каждом штате свои особенности. Зато здесь есть озеро огромное, которое, как и город, называется Salt Lake City. Это все дорога, которая ведет наш отель. Она очень извилистая и красивая. Я буду больше лагеря каждый день. Да мы и так будем два раза в день приезжать в отель и уезжать. Все, мы приехали на место назначения. Ехали 25 минут от города. Я сказал, 30. 30 почти. И я не знаю, где наши апартаменты. У меня есть адрес и код. Наши апартаменты расположены в парк Сити. Здесь когда-то проходили Олимпийские зимние игры. И вот даже отсюда виднеется трамплин, как в Алматы. Вот он, трамплин. Очень-очень красивая местность. Здесь очень много. Рядом здесь есть магазины продуктовые. И все благоустроено для того, чтобы заниматься спортом, кататься на велосипедах, гулять, здоровый образ жизни, елочки и так далее. Вон, кстати, навстречу мне едут велосипедисты. Наши апартаменты расположены на третьем этаже. И вообще здесь очень прикольно. В дворе самих апартаментов. Здесь деревянные трехэтажные домики. Кондо. Есть даже джакузи. Береза есть. Ели. Так тихо, так приятно. Воздух. Есть рядом супермаркеты от города 25 минут. И здесь даже есть Whole Foods. Я хочу туда поехать. Посмотреть. Итак, ребята, мы заходим к нам в апартаменты. Они невероятно классные. Сара в полном восторге. Начала здесь прыгать повсюду. Картинки здесь какие прикольные. Фотографии. Здесь зимой люди катаются на лыжах. Занимаются разными видами спорта. Горнолыжными. Даже посмотрите. Здесь какой интересный дизайн. На стене прибиты старые лыжи. И сбоку здесь подъемник. Часть от подъемника. Видимо, в каком-то году, может быть, лет 20-30 назад были вот такие подъемники. И они установили в качестве декора часть от подъемника. А также там сбоку видите елочка и лыжи. Здесь у нас гостиная на первом этаже. Когда сразу заходите, ну, мои чемоданы, не обращайте внимания. Диванчик кожаный. Стол. Зеркало. Шкаф. Телевизор. Разные кресла-качалки. Вертолет. Не обращайте внимания. И, конечно же, огромный бонус. Это очень романтично. Костер. Нужно распалить. Камин стоит. Невероятный. И тоже, конечно, что немаловажно, это вид. Вид на горы. Это что-то с чем-то, ребят. Я даже не хочу здесь громко разговаривать, чтобы не нарушить эту идиллию. И эти звуки, птички щебечут. Вот настолько здесь приятно находиться. У меня даже нет слов. Пойдемте посмотрим, что же там на втором этаже. Лестница, конечно, шаткая. И по ней немножко страшновато подниматься. Но мы это сделаем. Вот этот подъемник. Да, посмотрите, здесь есть большая фотография. Проходили в 2002 году Олимпийские зимние игры здесь. И на втором этаже, здесь очень маленькая комната. Здесь расположен кабинет. Ну, и также вы можете отдохнуть на диване. И в потолках здесь окна. Поэтому дневной свет здесь очень приятный. Принтер, декор, опять же, интересный. Такой рождественско-зимний. Даже посмотрите, есть... Вот раньше такие же лыжи были, как теннисные ракетки. Дальше пойдемте к кухне. Вот также здесь есть стол. Правила, с которыми нужно ознакомиться. Пребывание. И есть кухня. На этой кухне есть все необходимое. То, что вам нужно. Кастрюли, кофеварка, даже стиральная машина с сушилкой. Тостерница. То есть, ну все, я уже заглянула. Здесь есть кастрюли любых размеров. Вилки, ложки. Как полноценная квартира. Я думаю, что можно на долгое время снять эти апартаменты. И теперь мы заходим в очень классную комнату. Это мастер-бедрум. Здесь основная красивая большая спальня. Эта спальня такая приятная. В ней настолько крутая энергетика. Здесь тихо, спокойно. И большое широкое окно с шикарным видом. Очень-очень красивый вид. Смотрите, как красиво. Елочки. Горы. А также здесь есть вторая спальня. Нужно только разобраться, как в ней включить свет. Да, Сара? Не знаю, как включить основной свет. Здесь комната напоминает детскую комнату. С двумя кроватями, на которых мишки очень приятно расположились. Кстати, у меня такой плед дома. Около наших апартаментов 3 минуты на машине. Супермаркет Whole Foods огромный. Я его обожаю. Это считается самый дорогой супермаркет в Америке. В этом магазине самые дорогие продукты. Я сниму для вас отдельное видео и покажу, какие же там цены. Сейчас мы идем туда, потому что он сам близко расположен. Возьмем по минимуму то, что нам необходимо на эти дни. Так, и вот наш улов. Whole Foods, клубничка, супчик, багет, сырочек. Потом вот эти вот штучки. Это тоже снеки. Ну, все такое полезненькое. Да. Даже вот эти завтрак сухой, он тоже полезный. Я уже пару продуктов положила в холодильник. У меня уже пару продуктов положила в молоко и яблоки. Молоко и яблоки, да, по чуть-чуть. Действительно холодно прям. Там, я думаю, что градусов 20 или 17 сейчас на улице. Очень прохладненько, свежо, как говорят. Знаете, вот как в Украине, как в Казахстане, вот как в наших странах. Вот такой утренний морозец. Но очень приятно. Приятно. Я сейчас поеду на тренировки. Сару отвезу в лагерь летний. Ребят, всем привет. Сара, скажи привет. Привет. Мы сейчас едем при параде кататься на лошадках. Здесь в парк Сити, где мы остановились, есть очень интересная услуга. Вы можете заказать лошадей, забронировать, так сказать, в парке на час, на два, на три. Мы выбрали на два часа, потому что час стоит 79 долларов, а два часа 98 долларов. То есть как бы разницы нет с человеком. Вот. И мы будем кататься целых два часа по парку. Класс. Ехали 45 минут. Поглуши. Здесь деревня. Машины редко проезжают. Домов нет. Заправок пока нет. У меня еще бензин кончается. Надеюсь, хватит на обратный путь. Приехали мы к Ранчу. Но тут все закрыто на замки. И не ловит сеть вообще. Не ловит ни одного деления. Я даже им позвонить не могу, сказать, что я приехала. Вот. Вот так называется Ранчо. Вообще здесь их очень много. Мы проезжали, наверное, штук 20 разных, если не больше, Ранчо. Наши Ранчо закрыты. Причем я вижу, там машины стоят где-то там вдалеке. То есть туда можно проехать. Но я так думаю, вначале нужно звонить. А, сеть не ловит. Я теперь даже не знаю, как звонить. Ара говорит, что нужно здесь пройти. Оставить машину и пойти пешком. А мне кажется, что нам нужно как-то дозвониться до них сначала. Мы решили пойти пешком. Смотрите, какая горная река быстрая. Точно как в Алматы. Очень красиво. Итак, все закрыто. Видим только лошадей. Людей нет. Не, ну вот как, скажите, быть. Ворота закрыты были. Мы, может, даже незаконно проникли. Нас будут палить сейчас из ружья. А дозвониться до них я не могу. У меня сеть не ловит. Мы дозвонились. Два деления поймали. Еще вы думаете. Мы сейчас тут находимся незаконно. Ай, перелезли через забор. Они говорят, ждите. Вы еще рано приехали. Полчаса. То есть здесь сейчас закрыто. Никого нет. А мы тут гуляем. Сара, ну вот я же тебе говорила. А Сара такая смелая. Говорит, пошли, ничего не будет. Наконец-то нам открыли ворота. Настоящий ковбой в американской шляпе. Американец, как из фильмов. Сказал, что мы счастливчики. Мы будем единственные на экскурсии. В общем, мы сейчас поставим метку, что мы из Алматы. Видите, какая лошадка. Мы заполнили анкету, что претензий нет, если что-то произойдет. Все, мы идем выбирать лошадь. О, Саре разрешили поводить лошадь. Хорошие лошадки. Немножко страшновато. Нет? Большие такие. Ты не боишься? Саре дали шляпу. Тут можно выбирать седло. Просто потрясающе. Мы сейчас в горах. Никого нет. Так красиво. Свежий воздух. Я чувствую себя героиней. Американского фильма, старого какого-нибудь бестерна. Где мы главные герои в поисках приключений. Так интересно, лошади следуют за мужчиной. Видимо, на дрессировали их так. То есть, как бы мы ничего не делаем. Только на них сидим. А лошади сами следуют за ним. Прикольно. Да. Да. Вот. Там есть огромный бен в реке, и ты нахожусь на землю, и ты нахожусь на землю. Круто! Замечательно! Дает мяту попробовать. Покажи, Сара. Дай мне. Это как зубная паста. Ментол. Растет у них здесь в горах. Сейчас умру. Дал какую-то траву, сказал съесть. Хочет отравить. Мне кажется, он проголодался, потому что остановился и ест всякую траву. И нас кормит. Надо ему предложить снегов. И Сара с ним пробует траву. Смешные такие. У нас какая интересная экскурсия. Вот вам лайфхак вьюти. Трете об дерево руку, и вот вам санскрин бесплатный в лесу. Первый раз такое слышу. Я вам скажу, что это не так уж и легко. Иногда она как поскачет, отстанет от всех, начинает кушать. А потом увидит, что опоздала и начинает скакать. Вот, наверное, как сейчас. И нужно очень сильно удержаться. Вот она скачет. Я думаю, по мне видно, что я очень устала. Мы, конечно, такой, знаете, нелегкий путь. Все равно ты стрессуешь немного, держишься. Моя лошадь, например, очень любила отставать и потом всех догонять. А догоняла она бегом. То есть я скакала вот так вот. И я когда скакала, у меня там все в разные стороны. Я думала, я сейчас со седла выпрыгну. Вот это было страшно. Это было каждые минут 20. Моя лошадь устраивала такие забеги. Плюс еще она такая смешная. Все лошади пошли по воде. Там была такая огромная лужа. Все по воде пошли. А моя вот умная решила обойти и пройти рядом по грязи, по болоту. В итоге она подскользнулась, чуть не упала. В итоге это болото все оказалось на мне. У меня теперь вся нога в болоте. Ботинки и джинсы. Но это было все равно интересно, прикольно. Такой необычный опыт. Сара довольная. Вообще, между прочим, Сара прям держалась себе отлично. Я удивлена. И не боялась лошадь. И хотела еще и на ней скакать. Но он запретил, конечно же, это делать. Вот еще мужчина попался такой болтун. Все мне рассказывал. Про каждый листик, про каждое дерево. Он там живет всю жизнь здесь, в этом районе. И я так думаю, он даже за границей ни разу не был. Только вот по Америке путешествовал. Ну, говорят, что большинство американцев, они не выезжают вообще никогда за границу. У них даже паспортов нет. То есть, они только по Америке путешествуют. И я думаю, что этот мужчина в том числе. Потому что мы с ним так разговаривали. И я так поняла, что он нигде не был. Только по Америке. Такой, знаете, типичный комбой американский, деревенский. Блин, это так прикольно вообще. Я, конечно, удивлена. Мы сейчас едем на главную улицу. Парк Сити. Посмотреть вообще, что там происходит. Ее советуют для просмотра, для туристов. Городочек-то миленький. Здесь домики такие интересные на холмиках. Мы заезжаем. Я не знаю, где главная улица. Сейчас будем ее искать. Смотрите, какой милый-милый городок. Напоминает Европу чем-то. Ребята, всем привет. Мы решили с Сарой погулять по центру города. Это вот главная улица. Парк Сити. По этой улице гуляют туристы. Говорят, что вообще здесь туристов больше, чем местных жителей. Местных жителей здесь всего 8000 человек. Представьте себе. То есть, в основном я вот хожу и встречаю здесь туристов. Парк Сити. Эта улица, главное, напоминает немножко мне Новый Орлеан. Конечно, все гуляют и пьют. Между прочим, а девчонки кидают петарды с балкона. Вот. Парк Сити. Парк Сити. Что ты тут нашла? Парк Сити. Парк Сити. Капец. Кафе с мороженым. Приятного вам аппетита. Парк Сити. Там, Сара. Это местное мороженое, потому что здесь много ферм. Thank you. Здесь даже сами вафельные стаканчики делают. Тихо, молодцы. Не могу поверить своим глазам. Здесь продают шубы. Я уже настолько отвыкла от шу во Флориде, даже не могла представить, что такое встреча здесь Теплые вещи А статуя шахтера здесь, потому что вообще этот город был, когда основан, здесь были шахтеры А потом, спустя там несколько десятков лет, решили сделать горнолыжный курорт И вот этот кинотеатр тоже очень популярный, в нем каждый год проходит кинофестиваль Он очень-очень старенький Даже был, когда был шоколад на губах Я не сомневаюсь, что здесь были индейцы Вот такая маленькая главная улица Парк Сити Чуть-чуть похожая на новый Орлеан Все, пока-пока, Парк Сити Мне очень-очень здесь понравилось И я советую вам, если вы будете в Юте, хотя бы на пару деньков остановиться в Парк Сити Здесь так красиво и свежо Ну а мы поехали в замечательный город Муап на каньоны И на этом видео мое закончится Ждите продолжения про наше путешествие Мы будем ехать 4 часа туда, до каньонов По очень-очень красивым горным местностям Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой YouTube-канал Продолжайте смотреть, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео И, ребята, не волнуйтесь, потому что сегодня тоже выйдет видео Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...